Под областной милицией города Одессы. Все активные участники акции прямо сейчас потихоньку перегруппировываются под областной милицией. Смотрите, а какое у вас мнение сложилось со стороны? Какое у вас мнение сложилось со стороны, вы попали сюда, послушали людей, которые дали комментарии? Какое у вас сложилось мнение? Я уже сказала, сколько людей сложилось мнение в принципе. Люди имеют право высказывать свой процесс, она в принципе имеет право выступать, а еще часть одесситов имеет право на это посмотреть. Другое дело, что у всех сейчас нужно воспитывать патриотические чувства. Может быть не таким, ну, нахрапистым методом, может быть и спозволито все нужно в принципе делать. Ну, вот правда громадские взыскаки говорят, что те деньги, которые Аня Орак перечислила от своего гонорара и даже Ибитса перечислила, пойдут, превратятся в бронежилеты, в лекарства. Они пойдут в стабилизационный фонд нашего губернатора, а что будет там, это неизвестно пока что. Это я вас поправил, извините. Пускай так, это уже пока остается на совете тех людей, которые распоряжаются и перечисляют медальцы. Пусть тогда они идут, фикетируют губернатора. Ну так и будет. Смотрите, а как воспринимаете, оцениваете действия милиции? Вы уже послушали, вы трогали мою, кстати, голову ради этого? Ну, я потрогала вашу голову. Я, к счастью, не видела того, что происходило. Но если это было действительно так, то в принципе... Ну, это было действительно так. Я живой свидетель. Вы, в принципе, говорили о том сразу, что... Притом, что представители милиции никто не тронул пальцы. Ну, и я вам еще хочу сказать, что, в принципе, мое мнение... Ну, не знаю, я все равно представитель из вас информации. В любом случае, я человеком свою, и у меня вмешивается немножко субъективизма. Сейчас я приду в офис, хорошо подумаю для того, чтобы подать взвешенную информацию, для того, чтобы показать правду. Я покажу интервью, которые выходили из концерта. Я покажу интервью тех людей, которые пришли фейкетировать. Я покажу интервью тех людей, которые не захотели сюда прийти, хотя являются идейными единомышленниками. Ну, они, которые пришли фейкетировать. Они здесь были все. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья Свердова. Я журналист. Спасибо огромное. Какой канал это вы представляете? Я представляю сама себя в принципе, но я стрингер с телеканала Свердлов. Спасибо огромное, Наталья. Пожалуйста. Я хочу, чтобы была Одесса мирной. И это самое главное. Я того же хочу. Я тоже одесский коренок. Я думаю, что мы все этого хотим. Мы хотим мира не только в Одессе, но и в Украине. Все. Акция прошла. У них все выходят. Так что денег не сняйтесь. Я уверен у всех был сэш. Но был. Так что у меня не было. Да. Ваши же, как бы... А, знаешь, такая тяжелая плохая жизнь. А у кого блатной? Вы блатной? Да. Это Легор. Да ну, это... Это же Легор. Я понял, понял. Тяжело быть, известно. Видно, что-то надо было мне облить. Ну, что делать? Я-то Мюка тоже он облил. Да я... Я спрашиваю ваше мнение. А не хочу облить Лёд? Я же не с Иронией, да? Да, да, да. Я в Лерихе, тут было много интересного. Где кадры? Где кадры? Где кадры? А есть сомнения, Руслан? Есть сомнения, что то, что попадет в цивилизационный фонд Палицы, где-то растворится. Есть сомнения у активистов, что оно... Ну, значит, цены на его совести. Мы что же, бухгалтеры, финансисты. Вот придумайте. Если по переводу наше сомнения, бухгалтеры, растворятся фондов или растворятся... Растворятся деньги, которые перечислила Ипица и Ани Лора. Это вопрос ко мне. Я могу сказать, если растворятся на месте, потом не будем их возвращать. Так нормально? Ну, если бы еще... Ладно, я не буду комментировать. Еще раз, как тебя? Я тебя наберу, ты мне повторишь, ладно? Хорошо. Все повтори. Я здесь с самого начала и самого конца. А 2 мая будет 2 часов до 34-го, после берущего. А я тоже с самого дня, слава богу, было тихо везде. Я говорю, 2 мая. А, мая, я думала, август. 2 мая, я ушел в 4-го. А у меня вообще не было в городе. Мне звонят и говорят, что у нас такое в городе происходит. Я в шоке, а я нахожусь за 37-го километров. Так вот уже с Киева люди приехали, я только что видел. Я знаю их просто. Ну что, будем двигаться, да, к обл. администрации, потом к обл. администрации. Сегодня? Да, сегодня. А что вы туда пойдете ночью? Прямо сейчас. Я же не руководитель акции, я же ее не ревензовую. Есть информация, что сейчас... Я вот сейчас не как журналист скажу, но как-то он не прослеживает логики. Сейчас иди к обл. администрации, но для кого это? Дело в том, что наше дело не прослеживать логику, а ввести информацию. А как без логики можно делать это? Ну мы же и поддерживаем, да. Извини, я может неправильно сказал, что в основном управлении милиции. Ну все, пошли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...